я уже постоянно с камерой буквально таки не расстаюсь с ней вот я читаю ваши ответы и веду с вами беседу мысленно вот смотрите начнем с самого основного совсем недавно я смотрел такую вещь как рассматривали ответственность медицинских работников за свои какие-то ошибки допускаются ошибки в результате чего пациенты страдают в некоторых случаях даже умирает и и кто виноват если медик действовал согласно инструкции согласно протокола лечения то это не считается его ошибкой то есть он сделал то что надо но это не помогло и там говорилось о том что пытается сделать стандартизацию лечения вот до этого была проведена и вообще вот в лекарственном реестре все препараты они стандартизированы то есть вот там то должно быть столько то вот там должно быть столько то таких то веществ действующих и так далее и получается что с точки зрения химии если это искусственно то все нормально а если сырье растительно то как его стандартизировал потому что эта трава выросла в одном месте эта трава выросла в другом месте эта трава там столько то получила минеральных веществ это страна трава получила меньше минеральных веществ и как бы сказать как вот понять вот по каким параметрам судить как она действует и это что касается лекарственных средств и теперь вот хотят сделать стандартизацию лечения той или иной болезни можно так сказать за основу возьмут какого-то среднестатического человека и начнут ну согласно вот его данным всех лечить я сразу хочу сказать что знаете стандартизация допустим химических лекарств это одно и там да это есть а вот вообще стандартизация лечение вот там лечит онкологию вот протокол лечения есть лечит там еще какие-то заболевания тогда это согласно протокола если так это такой протокол если так это такой протокол что я хочу сказать возможно протокол а это еще ну как бы сказать ну а где-то тут разумная разумная там это часть есть но как стандартизировать человека вот смотрите человек болен одной и той же болезнью а именно допустим он болен ангиной стандартизированные лечение ангины а у человека своя собственная микрофлора у него свой собственный возраст у него собственная там психика у него свое собственное мировоззрение у него все свое индивидуально и если кому-то это помогает то для другого человека он ну совершенно у него другая микрофлора другое мышление он думает что это так или не так так то есть стандартизация человека невозможно а раз невозможно стандартизация человека потому что как мы говорят мы штучные изделия то невозможное лечение лечение это искусство становится искусством и врач тут должен обладать не тем что он поставил диагноз и выписал рецепт и на этом все дело закончилось а гораздо большими знаниями гораздо больше человечность что для того чтобы вот индивидуально лечить человека теперь вот смотрите даже такие вещи как какие-то косметические дефекты там или косметические операции проводится вот тоже допустим а для этой пластики такой стандарт для этой пластики такой стандарт там для носа для опыт и так далее но а стандарт для человека хотя я так понимаю что там какие-то там анализы сдают перед этим но в основном на переносимость насколько я понимаю наркоза а какая микрофлора у человека которому которому который хочет сделать себе пластическую операцию то есть как он будет восстанавливаться после этой операции насколько у него правильно и быстро будут заживать вот эти все там порезы восстановление организма как где 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 какая стандартизация опять-таки мышление разное микрофлора разное отношение разное все у нас разное и поэтому одних сделали операцию все нормально а у других сделали пластическую операцию они как пошли там осложнение потому что никто там не знал а какая там микрофлора что там с этим человеком было то есть невозможно стандартизировать самого человека все мы разные и поэтому мысли заканчиваю поэтому лечение и индивидуальная этот курс здорового образа жизни вернее курс здорового образа жизни у каждого человека свой вот что-то там общее лить лепить на одно и и подразумевать что это для всех нет есть общее направление которое подразделяется буквально таки на каждого человека он что-то берёт свое кому-то нравится качаться здром в жизни кому-то нравится то там медитировать кому-то нравится там допустим что-то там голодать кому-то нравится бегать кому-то нравится растяжкой заниматься. И еще, и еще, и еще, и еще. Кому-то. Вот, вот эту мысль я хотел сказать про стандартизацию лечения. Она невозможна, просто-напросто невозможна по причине штучных, штучного производства человека. С его менталитетом, с его микрофлорой, с его индивидуальной конституцией, с его жизненной силой, с его возрастом и сезонами года и так далее. Далее, вот смотрите, я столкнулся, давно столкнулся с тем, что вот некоторые говорят, там как раз было, что я, допустим, и соду пил или пила, и голодала на этой соде, и я еще что-то делала, еще. Ну вот, весь круг возможностей для физического тела я сделал, и вот читаю, что там улучшения такие быстрые, такие хорошие, а у меня их особо и нету. в чем дело? Я об этом тоже указывал. Я сейчас с вами беседую не на уровне рецептов, а я беседую с вами на уровне понимания общей проблемы, как лечения, так и оздоровления. Вот смотрите, есть проблемы, ну вот, вот это очень важная вещь, самодиагностика по трём параметрам, это так уже я, то есть по паразитам. Вот есть паразитарная проблема, если ты будешь какими-то духовными практиками заниматься, бегать, качаться, есть там, паразиты, как были, так и были, они тебя сожрут. То есть проблема в паразитах, их надо изгнать. И это в основном касается даже микропаразитов. Их надо изгнать. Надо значит найти такие методы средства, которые бы именно вот влезли туда и сделали то, что надо. Вот, например, я почему говорил, что вот семя тмина я применял и применяю не жуя. Я просто беру там, допустим, одну треть чайной ложки семя тмина, утречком проглотил и запил водой. Вот это семя тмина пошло, 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 по-моему, к кишечнику и в свете, так сказать, новых сведений, а именно, что у нас грибки, бактерии, колонии грибков, бактерии образуют слизистые пробки. В кишечнике, в которых, в которых проход пищи, она замедляется, проход пищи замедляется, именно там живут глисты и именно там они могут в эту слизь уйти, лекарство там прошло и на них практически не подействовало, то есть они защищены вот этой бактериальной грибковой слизью. Но когда мы вот это вот семя, оно у нас идет, идет, идет и в эту слизь, достигает этой слизи и там начинает застревать, и там начинает застревать, и там начинает застревать, а дух там у него керосинный, о тминного семени, и начинает он всю эту бяку-каку вытравлять, вытравлять, вытравлять постепенно, то есть уменьшает эту пробку бактериальную, и естественно воздействует и на глистол, и хошь, не хошь, а надо туда идти вниз, потому что сверху все это идет, вот в чем изюминка этого простого метода, просто-напросто вы глотаете это зерно, значит остановились на том, что если проблема паразитарна, ее надо решить, то есть выгнать этих паразитов, нормализовать там работу, без этого организм не будет. Далее, если у нас с паразитами там порядок, мы что-то начинаем применять, нам нравится допустим поголодать, побегать, позакаливаться, то есть делать те процедуры, которые начинают и сыроедением занимаемся, которые перевозбуждают жизненный принцип ветра. И сначала, когда мы только этим начали заниматься, вот тут я прошу особо внимания, и в этом можно сказать собака зарыта, знаете, глубоко зарыта, человек не понимает. То есть вот допустим девушка, она весила 60 килограмм, она там узнала, прочитала из интернета и увидела примеры подруг и начала заниматься. И вес у нее потихонечку от всего этого раз, 60 уменьшился до 50. О, как хорошо, о, как легко, о, какая стройная, о, сколько жизненной энергии. И думает, о, теперь я дальше это все буду применять и все нормально будет. И применяя это дальше, наступает холодное время года, она все это применяет, и начинается перевозбуждение ветра. вес падает там до 40 килограмм, исчезает месячная, кожа становится серая, волосы ломкие, пропадают месячные, и она уже, знаете, не поймет, что ж такое, почему, то есть то, что я делала, мне помогало, а сейчас не помогает. В чем проблема? Проблема в том, что перегнули палку, перегнули, то есть вот это проблема в индивидуальной конституции, которую надо поддерживать и соблюдать. Это особые знания, это знания не о спорте, это знания не о питании, это знания не о каком-то методе оздоровления, это специфические знания о индивидуальной конституции человека и о том, что ее выводит из равновесия, и что ее приводит в гармонию, ту, которая должна быть. И вот здоровый образ жизни, я еще раз повторяю, это есть не что иное, как гармонизация жизненных принципов с помощью образа жизни, в которые включается первое мышление, второе питание, питание. Вот этими вещами всеми мы это все можем регулировать. Если мы это не можем делать, то у нас начинаются проблемы на основе индивидуальной конституции. Поняли? Диагностика. Там есть своя диагностика, что там выходит, и при этом какие внешние признаки проявляются в организме человека, на теле человека и даже в сознании. Все это я для себя разбирал. Далее, если у нас из конституции нормально, все нормально, вот мы там, как говорится, все это там делаем, ну, что-то вот не получается. Что-то не получается по причине того, что мы с вами за всю нашу жизнь нахватались, вернее, пережили разного рода эмоциональных потрясений, которые оставили в нас свои следы, следы эти энергетические, и эта энергия, которая группируется вокруг того или иного органа, который связан с чакрой, и мешает уже намешает совершению этих всех функций. И пока мы ее не выковырнем, а тут опять-таки совершенно иная методика должна быть, совершенно. Это методика с помощью очищения полевой формы жизни, это дыхание, которое само определяет, где у вас имеются зажимы эмоциональные от прошлых переживаний, от многолетних переживаний, от переживаний еще в детстве. И она же их активирует и выводит. То есть ее надо сделать. Я как понял эту важность, так я там дышал месяц не переставая, пока я так почувствовал, что я от этих кольев освободился. То есть вот это мешает. Мешает она питанию, мешает движению, мешает голоданию, мешает всему. То есть это совершенно иная какая-то методика, но я разобрался и с ней, и к себе применил, и об этом говорю и вам. И наконец-таки, наконец-таки, вот смотрите, все вроде бы и это у нас хорошо, но что-то не получается. Вот не получается, то есть вот мне человек пишет, я много лет занимаюсь, результаты были, все вроде как были, но ненадолго. Трудное детство, вот я там переживал по тому вопросу, я переживал по этому вопросу, и сейчас у меня какие-то переживания там и с семьей, там еще чем-то. То есть я, вернее, человек не в своей тарелке, а это уже духовные мировоззренческие проблемы. и пока они не решены, то есть каждый человек, желающий быть здоровым, он должен быть доволен, в первую очередь доволен окружающим. Довольство порождает вот это спокойствие, то есть нету психосоматических волнений, волнений, которые идут с уровня духа, через ум и спускаются на тело, искажая физиологические реакции. Вроде как некоторые говорят, а мы вот знаем, мы работали, но вот смотрите, в чем заключается эта работа. Объясняю вот на на примере что-то достать со дна бассейна, скажем, вот в бассейне вода, глубина там 3 метра, взяли и что-то бросили такое. Говорит, вот его надо достать. Человек нырнул, 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 ну почти что схватил, дыхания не хватило, он поднялся. Он достал его? Нет. Так вот здесь получается, что многие работают, какие-то методики применяют, но результата нет. Понимаете, надо нырнуть и достать. А этого нету, результата нету. И получается у человека, что он с этими проблемами и остается. Их-то надо решить. Их-то надо решить так, чтобы ты был спокоен, умиротворен. И небольшая даже радость была от того, что ты просто смотришь на этот мир и всем этим любуйся и радуйся. Вот такая небольшая радость. Вот это нормальное состояние духовное. Состояние, которое говорит о том, что ваше мировоззрение правильно. Что вы можно сказать в своей тарелке. А пока этого нет, вы там волнуетесь, ага, ЖКХ платить, там кредит надо платить, вот что-то с работой не так, ага, с семьей не так, что-то со здоровьем не так. Или еще, то есть вы постоянно на каких-то там волнениях. Ага, тут еще некоторые бандиты наехали, кто-то там отъехал или еще что-то. И у вас постоянно какой-то внутри вот этот раздрай идет, никакого здоровья не будет, хотя вы там будете питаться, голодать, тренироваться. Но духовный уровень, с которого строится тело, именно тело, именно здоровье, оно идет отсюда, ва, а не снаружи налепится. Именно отсюда. Вот на этом духовном уровне из-за вашего неправильного мировоззрения, из-за ваших неправильно сформированных вот этих отношений к жизни, у вас постоянно тут клокочет, бурлит что-то там такое, вы в негативе и вспыхиваете, горите, выгораете. Здоровья не будет. Вот это самодиагностика по духовному качеству, вот она такая. Почему я еще стал поправляться, ну, так вот поправился, как вы меня видите, да потому, что я внутренне успокоился, в первую очередь, из-за того, что была проделана огромная работа по мировоззрению, то есть это духовная работа, которая признает, что ты живешь в справедливом мире, тем не менее, справедливом мире ты живешь, что он кажется несправедливым из-за того, чтобы ты в нем совершенствовался за счет различных ситуаций, как бы связанных с несправедливостью, но они и должны тебе даваться для того, чтобы ты не лежал, а духовно рос, чтобы ты работал у тебя, чтобы ты понимал, вот в чем дело, вроде да, тут войны, там еще что-то несправедливость, денег нет, как бы куча предметов для волнения, но когда ты понимаешь мир несправедливый, есть богатые, есть бедные, есть коллеги, есть там вообще там смотреть не надо, есть умирают сразу дети, есть там старики, там так тяжело там болеют, ну мир такой, но оказывается он нужен, именно таким нужен, для того, чтобы ты глядя на него, глядя на него, совершенствовался, что да, это вот такое, но это как раз для того, чтобы ты вот в ту сторону не упал, а через нее прошел, чтобы ты в эту сторону не влез, а допустим прошел и понял ее, то есть нам надо на основе опыта произвести трансформацию, трансформацию своего духа, духовную трансформацию, а для этого нужен вот такой мир, представляете, вот парадокс и перегиб, поэтому когда вот это начинаешь понимать, вот какое-то внутреннее успокоение возникает, внутренняя уверенность возникает, что все делается так, как надо делается, ты просто вот сохраняй себя, поступай в этом мире и более-менее там следи за своим телом, за питанием, там тренируйся, еще что-то делать, естественно там за семьей, там за своим творчеством, за самореализацией, а не то, что тебе там не дают самореализоваться, все тебе дают, все тебе возможности, возможности океан целый, и твое место в жизни, и все, ну вот вот эти вот три вида диагностики, когда вы через них пройдете, то вы тогда поймете ну вот что такое радость, что такое справедливость, что такое любовь, любовь вообще ко всему, ну и многие другие вещи, ну вот такая какая-то беседа получилась, я ее сейчас просто-напросто закачаю без всяких подрезок, Tranquil, отдам. Продолжение следует...